Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, Священное Писание есть источник воды живой, и поэтому будем приобщаться этому бесценному источнику на библейском портале экзегет. И сегодня мы рассматриваем, продолжая вместе с вами изучать соборные послания апостола Иакова, мы и самого апостола Иакова упоминали в прошлый раз, перед тем, как прокомментировать первую главу его послания, и помним, что он принял мученическую кончину за Христа, что он брат Господень, и он был предстоятелем Иерусалимской Церкви, а Иерусалимская Церковь – это матерь всех церквей. И вот во второй своей главе апостол Иаков пишет следующее. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». Вот это основной такой вот девиз, пожалуй, всего христианства, чтобы мы имели веру в нашего Спасителя Иисуса Христа Господа славы. Вот это интересное такое высказывание, что наш Господь есть Господь славы. Это не просто уничижение. Вот не надо думать, что христианство – это какая-то такая вот уничиженная религия. На самом деле это религия, которая возводит человека к подлинной славе. И все самые такие вот лучшие образцовые представители христианства, они всегда отличались удивительной славой. Возьмем ли мы преподобного Паисия Святогорца, преподобного Гавриила Сантоврийского. Это люди, в лице которых встречались действительно со славой Божией, поэтому удаляли все недуги, все проблемы разрешались. И здесь торжествовало нечто вечное, нечто подлинное. И слава святых – это слава любви, слава смирения, слава добродетели. И при этом апостол Аков говорит, чтобы мы не взирали на лица, то есть не имели лицеприятий. Он поясняет, апостол Аков поясняет. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями». Вот страшные вещи здесь описываются, такое двуличие, что если придет, скажем, в храм богатый человек, из которого можно что-то там вытянуть, чем-то нажиться, то вы ему тут же всяческое уважение, ой, вы там заходите по имя отчества его, а если зайдет какой-нибудь бедный в скудной одежде, ну вот и там вот где-нибудь, сядь в сторонке, или встань в сторонке, да, а богатый пусть сядет поближе. И на самом деле ведь это происходило на протяжении всей истории, и что получается? Вот интересные вещи даже в житии преподобного Сергия Радонежского, когда пришел к нему один крестьянин, наслышанный вот о славе преподобного Сергия, и он спрашивает у монахов, а где вот игумен-то? Мне хочется его увидеть, побеседовать с ним. Они ему говорят, ну он там вон возделывает огород, скапывает. Тот заглядывает через щелочку в заборе, и видит, что просто в дранном каком-то рубище преподобный Сергий сам копает землю. А действительно, одеяние преподобного Сергия было настолько бедным, сохранили даже повествование, что это как-то пожертвовали ткань, она была настолько плохо соткана, что никто из монахов даже не решался из нее сшить себе рясу. И преподобный Сергий видит, что он никто не берет, и он себе взял самую плохую ткань, из нее сшил себе самую плохую одежду, в этой одежде ходил, причем она вся была тоже заплатанная со временем, драная. И вот видит крестьянин, удивляясь, говорит, я-то думал увидеть пророка, а вы мне тут показываете какого-то сироту, смотрите, какой у него убогий вид. И потом вдруг приезжает князь, вот этот князь кланяется, земным поклоном кланяется преподобному Сергию, его расспрашивают, уважительно беседуют с ним, и для вот этого крестьянина стало уроком, что, оказывается, одежда, она не говорит о достоинстве человека. Конечно, мы привыкли встречать по одежке, но, по крайней мере, провожать по уму. И вот Иаков, он и пишет об этом, что один заходит в богатой одежде, с золотым перстнем, и вы же думаете, что он достоин особого почета и уважения. А ведь в бедной одежде как раз ходили святые. И тогда что, пренебрегая тех, кто в бедной одежде, мы бы пренебрегли святых, того же Паэси Святогорца, того же Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Да к ним со всей России приезжали люди. И разве же дело в одежде. Поэтому надо смотреть не на одежды. Вот Иоанн Златоуст говорит, вот за что вы все время хвалите вот этих богатых, это ведь на самом деле все внешнее, которое у них исчезнет за какие-то там дорогие золотые перстни, за коней, или вот сейчас там за машины дорогие, со множеством лошадиных сил и так далее. Но это все исчезает, рушится, и со временем про таких людей никто даже не вспомнит. А что, собственно, является подлинно содержанием души человеческой? То, что перейдет с ним в вечность. Вот если ты обрел милосердие, смирение, кротость и любовь, то это и перейдет с душой твоей вечность. Вот за это и нужно хвалить человека, а не за то, в какой одежду он облачен. И вот Иаков, он затрагивает такой социальный аспект и говорит, послушайте, братья мои возлюбленные. Причем, видите, как он пишет, сам без всякого превозношения он обращается к братьям. То есть часто было обращение там, сын мой, чада. А вот здесь именно братья он пишет, как равных к равным. Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое он обещал любящим его? Вот здесь говорится о том, что Господь избирает бедных. И это действительно так. Вот если вас вдруг уволили с работы, или вам урезали зарплату, лишили какого-то состояния, то и в этом есть Божий перст, в этом есть тоже какое-то проявление божественного промысла. Через это Господь хочет вас спасти. Чем занят ум богатого человека? Это постоянные расчеты, процентные ставки, планы на будущее, конкуренция с теми, кто соперничает с тобой. Ум богатого, он занят постоянно чем-то земным, вот как крот, он все время в земном чем-то копается, вот внутри земли. Он даже если вылазит, все равно опять в землю, глаза его близоруки, он ничего не может видеть. И вот так вот богатый человек, который весь роется в земле, и ему трудно взор поднять к небесам. И поэтому Господь иногда обрушивает уровень состоятельности такого человека, чтобы он немножко почувствовал себя на месте бедного, и душа его хотя бы немножко смирилась. Вот бедный человек, он не обременен. Этими заботами и попечениями ему легче будет молиться. Но это элементарно. Скажем, если у вас несколько видов собственности, там, квартиры, дома и так далее, то где-то что-то течет, где-то что-то там обрушивается, где-то какой-то ремонт. И с каждым новым видом собственности нужно постоянно обслуживать, нужно постоянно этим заниматься, вкладываться. И весь ум постоянно в стройках, в ремонтах, в чем-то земном. А когда же обращаться к Богу, вот такому человеку? И жизнь его пробегает, вся она прошла в чем-то земном, как у этого крота. Поэтому вот в этом смысле сказано, что бедных мира избрал Бог быть богатыми верою. Потому что такой человек, он полагается уже не на богатство, а на помощь Божию, на Божий промысел. Вот как Ксения Петербургская, она всецело полагалась на Бога. Поэтому благодаря ее вере люди от нее получали помощь. Но вот Иоанн Златоуст, он, конечно, пояснял, что бедность сама по себе, она не может спасти. Она когда спасает? Она спасает, когда человек принимает ее с благодарностью. А если ты ропщешь, то тем самым ты отвергаешь Божий крест. Итак, Иаков говорит, что вот Господь избрал бедных, быть богатыми верой, быть наследниками царствия, которые он обещал любящим его. То есть недостаточно быть бедным, надо любить Господа, и тогда станешь наследником царствия. Иаков продолжает, а вы презрели бедного? К сожалению, такие случаи бывают. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? А что это за доброе имя, которым мы называемся? Это имя христианин. Это имя Христов. И что же это за богатые, которые притесняют, влекут в суды? В данном случае имеются в виду язычники. В то время по преимуществу ко Христу обращались, ну, в лучшем случае, такие средние классы, тоже ремесленники, торговцы, во многом бедные люди. А вот богатые, богатые язычники, они относились к христианам как к каким-то там невежным, как к второму сорту, и поэтому они притесняли, обращались в суды. А в судах без денег невозможно было выиграть дело, потому что оплатить адвокату его услуги для бедного человека было просто невозможно. Если вы исполняете закон царский, что это за закон царский? А вот он и цитируется. По писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Царский путь – это путь средний. То есть здесь не заповедуется, что вообще забыть про себя. Но и не сказано, ты, так сказать, держи на расстоянии вытянутой руки ближнего. Нет, сказано, возлюби ближнего как себя. То есть себя мы призваны любить, потому что нас Господь сотворил, наша жизнь, она имеет ценность, мы должны уважать свою жизнь. Но ближнего мы должны любить как себя, потому что и ближний наш тоже сотворен Богом. И надо понимать, что Господь не только нас, так сказать, единственных привел в этот мир, а есть еще другие люди, у которых тоже удивительные судьбы, промысел Божий, о которых подчас просто невероятный. Достаточно только внимательнее взглядеться в жизнь другого человека. Итак, вот если вы исполняете закон царский, по писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, ну вот то самое лицеприятие, где к богатому предпочтение, а к бедному безразличию, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. Ну, здесь имеется в виду закон Божий. А дальше очень важная мысль. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, «Сказал и не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Что толку, что ты соблюдаешь какие-то заповеди, если согрешив против других заповедей, ты попадешь в ад? И вот святые отцы, они поясняют, что есть, как среди добродетелей, есть взаимосвязь. Ну, допустим, кто имеет смирение, тот имеет и кротость. Так же, как кто имеет воздержание, тот имеет и целомудрие. То вот такая же связь есть и между грехами. То есть, как это ни странно, например, гордость может повлечь за собой блуд, а блуд может повлечь за собой печаль, уныние, тоску. В общем, есть такая незаметная для нас, для внешнего нашего взора, взаимосвязь и между добродетелями, и между грехами. Поэтому, когда ты согрешаешь в чем-то одном, то ты становишься виновником против всего закона Божия, и легко подпадешь под действие других страстей. Вот как в одном из потеряков есть такое сказание про подвижника, которого часто искушал бес, но подвижник оказывался устойчивым, потом ему является бес и говорит, ну, хорошо, я вот от тебя отступлю, но ты исполни только вот одно что-то из трех. Ты или убей кого-то, или соблуди, ну, или хотя бы напейся. Подвижник, конечно, тут уже была ошибка, что он начал размышлять, рассуждать над вот этим лукавым предложением беса. И он подумал, ну, конечно, убить это вообще страшно, соблудить, стыдно как-то так, я вот столько лет уже там подвизаюсь. А напиться, ну, чего тут такого особенного? Выпью, потом посплю и стрезлюсь от этого дурмана алкогольного. И вот он пошел в корчевницу, выпил, после этого, когда голова его опьянела, оказалось, что бес, то он только пытается притянуть человек. Вот если ты в одном согрешил, винопитие, это влечет уже за собой следующую какую-то страсть. И тут же какая-то женщина распутная повстречалась с этого подвижника, а он пьяный, увлекся за ней, в общем, впал с ней в блуд. Вот уже второе. А тут приходит муж этой распутной женщины и увидел, что она там ему изменяет, и завязалась дракой, подвижник случайно убил этого человека. Вот так вроде бы он хотел только в одном согрешить, чтобы освободиться от дьявола, а в итоге оказался виновен против всех этих грехов, виновен во всем оказался. То есть, невозможно, увлекшись одним, не увлечься чем-то другим, поэтому жизнь христианина, она должна быть очень и очень трезвенной. «Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы». То есть, ты свободен поступать вот так или иначе, но за это ты дашь ответ. То есть, есть некий закон свободы, да, ты свободен, тебя никто не неволит жить добродетельно, но за свой выбор ты будешь отвечать. И дальше Яков возвращается о чем сказано вначале. «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. То есть, когда ты пренебрегаешь вот этим вроде бы нищим человеком, бедным, неимущим, ничего не значащим, то на самом деле ведь ты пренебрегаешь самого Христа, потому что Спаситель говорил «Голоден был я, и вы дали мне есть, жаждал, напоили меня без одежды, и вы одели меня в темнице и болен, и вы посетили меня». То есть, каждый неимущий это в каком-то смысле вот как брат Христов или сестра Христова. И милость, она отверзает человеку врата в рай. А если ты не имеешь вот этой милости, то все, ты подпадаешь под весь суд, вот суд без милости, не оказавшему милости. Вот как, понимаете, хочешь быть прощенным, прощай сам. Хочешь, чтобы тебя на страшном суде помиловали, и ты милый другого, вот допустим, он, чем-то погрешил тебе, прояви к нему милость, не будь злопамятным, не воздавай ему злом за зло, прояви милость, и тебе на страшном суде тоже будет проявлена милость. И после этого Иаков рассуждает уже вроде бы о новых таких темах, на самом деле это продолжение предыдущих мыслей его, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Вот как многие говорят, что, ну, вот у меня там Бог в душе, вот вера у него в душе, а по делам его не скажешь, что он вообще человек верующий. Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им идите с миром, греетесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Ну, в общем-то, не всегда мы, конечно, можем разобраться среди нищих это действительно нищий, или он просто это как средство наживы такое использует, но есть такое правило, что можно подать хотя бы вот столько, сколько будет достаточно ему действительно на хлеб, вот чтобы купить хлеб и остаться живым в этот момент. А уж полностью изменить судьбу такого человека вряд ли мы в силах. Святой Иоанн Кронштадтский, он, когда много вот размышлял над этим, он же многим помогал, отдавал. Один раз свои сапоги даже отдал необутому человеку и вернулся домой без сапогов, а потом он увидел, что вот он раздает, раздает, тратит, деньги тратит, а они как были нищими, так и остаются нищими. И святой Иоанн Кронштадтский пришел к выводу, что недостаточно давать деньги, а нужно организовать работу для этих людей, и чтобы плоды их трудов были востребованы на рынке. Вот так он организовывал работные дома, дома трудолюбия, и потом организовывал распродажу этих плодов, вот этих трудов, этих людей, чтобы у них был регулярный заработок. Если только раздавать деньги, то нищие не будут трудиться, то это тоже не вариант. Но в любом случае здесь говорится о том, чтобы мы проявляли милосердие. И вера без проявления милосердия, это какая-то вот странная вера. Иаков об этом говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть один человек может себя всюду там демонстрировать, как прям такой вот он весь верующий, богомольный, а чуть что он тут же там и обругает, и гроша ломаного не даст, и даже взаймы не даст. Настолько душа его жесткая. А другой человек, он, понимаете, вообще не демонстрирует себя специально как-то какого-то там очень благочестивого человека, на показ он может быть даже не молится, но он при этом в нужную минуту придет к тебе на помощь, поможет, и его дела говорят, что действительно в его душе больше веры. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Вот если ты думаешь, что спасешься только потому, что считаешь себя православным, потому что читаешь символ веры, потому что исповедуешь веру во святую троицу, в единого Бога, то нет, этого недостаточно. Даже бесы прекрасно знают, что есть Бог, что есть святые ангелы, что есть царствие Божие, но сами они туда даже близко не имеют. И вот бесы веруют и трепещут, но трепещут почему? Потому что все-таки боятся Бога. Один из святых, святой Иларий Арльский, он говорил так, что если ты веруешь, но не имеешь дел, да, то ты подобен бесам, которые веруют и трепещут. Но если при этом ты веруешь, не имеешь дел, но и не трепещешь, не сокрушаешься о своей жизни, то ты еще хуже демонов, потому что те веруют и трепещут, а ты живешь как попало, и у тебя никакого страха пред Богом нет. И действительно бывают такие люди, у которых их цинизм, их разнузность внутренняя довели их до того, что они все пренебрегают, они вроде признают, что Бог есть, но живут как попало и от этого не испытывают никакого страха, и такая жизнь еще хуже бесовской, потому что бесы веруют и трепещут, а такой человек, хоть и верует, даже и не трепещет своих грехов. В общем, нераскаянность это самая страшная черта, которую только можно представить в человеке. «Но хочешь ли неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Конечно, тут мы вспоминаем вот тот знаменитый случай, когда Авраам по повелению Божию собирался принести своего сына в жертву и даже готов был уже занести руку с ножом над телом сына, но ангел удержал его. Конечно, это исключительный такой вот подвиг испытаний человеческой веры, но речь здесь идет о том, что вера Авраама, она выражалась в определенных делах, она была испытана. Павел апостол поясняет, что почему Авраам так поступал? Потому что он верил, что Бог силен и мертвым воскресить, что даже если он мертвит сына, то Господь воскресит его из мертвых. Конечно, повторим, это единственный случай в истории, и поэтому не надо думать, что кому-то из нас этот случай будет уже предлагаться как вариант. Господь не принял жертвы сына Авраама, Бог, Отец принимает жертву своего собственного сына, Сын Божий умер за грехи всех людей, И вот наша вера, она понимает, что мы должны воспринять от Авраама, только само его стремление выражать веру в делах. Поэтому Иаков говорит, видишь ли, что вера содействовала делам его, Авраама, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. То есть речь тут, конечно, не о том, что вот только вера или только дела, о том, что подлинная вера, она неразрывна от дела, она непременно будет выражаться в каких-то делах. А если у тебя нет дел христианских, то в чем же твоя вера выражается? Видите ли, что человек оправдывается делами, они веруют только? Подобно Ираав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатых и отпустив их другим путем? Вот здесь уже приводится совершенно другой случай, когда богоизбранный народ только-только подошел к обетованной земле, и Моисей уже покинул земной мир, и народ возглавляет Иисус Новин, и он посылает двух разведчиков высмотреть город Иерихон, какие там слабые места, разведчики проникают в город, их замечают, и вот их укрывает Раав блудница, она прячет их, и почему? Потому что она уже, конечно, знала предсказания про богоизбранный народ, об этом сказано в Священном Писании, и она знает, что Господь предаст Иерихон в их руки и просит, что когда город будет захватен, чтобы ей и ее родным сохранена была жизнь. И действительно, вот так потом и случилось, и вот почему пример этот приводит? Потому что Раав, она не просто поверила в богоизбранный народ, но она некое дело совершила, приняв соглядатаев, отпустив их другим путем, тем самым сохранив их жизнь. Иаков заключает эту главу так, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Остается нам только подтвердить еще раз эту мысль, что подлинная вера, она выражается в делах, а дела выражаются в милосердии, а милосердие никогда не будет лицеприятным, поэтому добрые дела нужно оказывать абсолютно всем людям, неважно, богатый он или бедный, потому что всякий такой человек есть божие чадо. И на этом мы завершаем рассмотрение второй главы апостола Иакова. Храни всех Господь, до скорой встречи!